Всем привет, это FreeStudio21.com И на очереди у нас заключительная, наконец-то, часть огромного академик рейдинга History of the Postal И осталось всего ничего, каких-то несчастных два абзаца Поэтому видео будет маленькое Итак, it was perfectly suited to the increasingly international post-war marketplace where there was a strong demand for clarity Он идеально подходил, имеется в виду стиль плаката 70-х Он идеально подходил к всё более развивающемуся послевоенному, международному рынку на котором очень сильно требовалась ясность или понятность Итак, it was perfectly suited to Обращаем внимание на предлоги Можно дословно говорить, что он был как бы идеально подогнан Идеально сработан для чего-то Тем более здесь пассивная конструкция То есть вот как костюм подогнан под фигуру Он был сделан или он был сделан так, чтобы идеально подходить Да, это не очень красиво, но в принципе это то, что здесь дословно Можно и идеально подходило Но нужно понимать, что здесь сделан акцент на том, что этот стиль всё-таки был кем-то создан И поэтому он идеально подходил Он не просто сам по себе идеально куда-то подходил Это же творение, поэтому надо сделать акцент на вот этом вот творении Далее Increasingly international post-war marketplace Я перевела как растущий послевоенный рынок Но на самом деле здесь всё более международный послевоенный рынок Понятное дело, что мы тоже так не говорим И поэтому increasingly international Можно сказать всё более глобализирующийся Здесь нет слова глобализирующийся, но international это в принципе международный, но глобальный то есть Post-war ясно, marketplace это рынок в самом общем смысле слова Если мы скажем market, это тоже правильно будет Можно на place не обращать особо внимания Далее Strong demand for clarity Обращаем тоже внимание на предлоги Ну можно сказать высокий спрос на ясность Здесь немного игра словами, потому что demand это обычно спрос на рынке, вот на какой-то товар И поэтому ясность тоже стала товаром как бы Это значило, что доступность слов и символов должна была приниматься во внимание Accessibility, доступность В самом общем и абстрактном смысле этого слова Ну то есть и читабельность, и заметность, и понятность всем народам без учёта культурной среды И так далее И далее вот это просто на миллион фразы Had to be taken into account Должна была приниматься во внимание Здесь модальный глагол had to А мы помним, что had to в прошлом это по сути must То есть это обязательно должно было приниматься во внимание Корпорации хотели быть узнаваемыми по всему миру И такие мероприятия, как Олимпийские игры Требовали универсальных графических решений Которые могла дать система типографских шрифтов Ну или скажем так, система печатных шрифтов Здесь хорошая вот это International Identification Международная идентификация, ну естественно так не звучит Поэтому международная узнаваемость То есть корпорации хотели, чтобы их узнавали по всему миру Сейчас это очевидные вещи Но это мир сразу после Второй мировой войны И тогда это не были очевидные вещи Далее Olympics Обращаем внимание, что не Olympic Games, как у нас модно говорить Олимпийские игры, а просто Olympics Но при этом перед этими Olympics'ами должно быть Z Далее Call for По большому счёту это тоже самое demand Но поскольку demand у нас только что было И кстати, обращаем внимание, что demand тоже for И call тоже for Далее Universal solutions Универсальные решения Universal in the clarity Скажем так То есть универсально ясные и понятные для всех Typographic style это на самом деле вот это The international typographic style Вопрос можно погуглить Это швейцарская школа дизайна полиграфического И не только полиграфического Все эти шрифты гильветика и всё то, что мы знаем сегодня И что мы принимаем как данность Иногда говорится типографский дизайн Иногда типографский стиль Ну в общем, кому что больше нравится However, the international typographic style began to lose its energy in the late 1970s Однако, международный типографский стиль начал терять свою энергию или энергетику в конце 70-х годов Lose its energy Иначе говоря, lose momentum Иногда так говорят ещё Ну то есть сбавлять обороты, терять силу и всё такое Можно lose its power сказать, это то же самое Многие критиковали его за то, что он холодный, формальный и догматичный Ну, что бы это ни значило A young teacher in Basel, Wolfgang Weingart, experimented with the offset printing process To produce posters that appeared complex and chaotic, playful and spontaneous All in stark contrast to what had gone before Молодой преподаватель из Basel, Wolfgang Weingart, экспериментировал с offset печатью Чтобы производить постеры, которые казались сложными, хаотичными, забавными или весёлыми даже и спонтанными Всё это было в резком контрасте с тем, что делалось до этого Итак, the offset printing process Оффсетная печать не более того Кому интересно, что это такое Опять же, Google в помощь Далее, produce posters Произвести постеры Почему нельзя было сказать create или make? Можно было бы сказать вот make, кстати, идеально было бы Но, учитывая то, что offsetная печать это производство Это потоковая линия, если угодно Поэтому говорить здесь create будет неправильно Create это когда мы вот создали в единичном экземпляре Чего-то там изобрели или нарисовали А это тираж от тысячи штук и более того Поэтому говорить о create здесь как-то не очень Вот make и produce, да От слов production, собственно говоря Далее Которые оказались Это постеры оказались И дальше начинаются интересные слова Complex Сложный Состоящий из многих компонент Далее Ну chaotic без комментариев Playful интересное слово Веселый, забавный, игривый Даже так можно сказать Можно загуглить Wolfgang Weingart Posters И посмотреть, что они там производили И вот это интересное выражение All in stark contrast Можно сказать, что все это резко контрастировало С тем, что было раньше Резко это stark Но при этом надо понимать Что здесь состояние А мы переводим это действием Здесь contrast Это не действие Это что И обращаем внимание на предлоги Past perfect Использован Окей, нормально Это предпрошлое как бы время То есть имеется в виду International Typographic Style Это вот что было сделано до То, что Weingart как бы освободил типографику Стало очень важным основанием Для нескольких новых стилей Ну здесь немножко проблема с переводом Потому что мы не говорим Освобождение Weingart'ом типографики Ну как-то это совершенно не звучит Напоминаем себе, что типография В данном случае это не типография Как многие могли бы подумать Это шрифты Шрифты и, скажем так, графические элементы То есть спецсимволы всякие Все, что на клавиатурах у нас по большому счету есть Вот это все типографии Это так упрощенно Далее Important foundation Ну important ясно Foundation это основание Очень хорошее слово Короче, фундамент И обращаем тоже внимание на предлоги These ranged from Memphis and retro To the advances now being made in computer graphics Эти стили начали свое развитие от Memphis и retro До тех подвижек, которые сейчас делаются в компьютерной графике Опять же, стиль Memphis, что такое И стиль retro Можно все прогуглить и посмотреть На что это вообще все похоже Мы это все видели Мы это все встречали в повседневной жизни Мы просто не отдавали себе отчет, что это такое Далее From Далее отправная точка Далее tool И далее точка назначения The advances Now being made Обращаем внимание на вот эту интересную вещь То есть, которые как бы сейчас делаются По-другому говоря, можно было бы сказать так The advances that are now being made Тоже было бы верно Это такое классическое предаточное предложение Которое уточняет нам слово advances Можно говорить, что это подвижки Прогресс Если искать синоним, можно сказать, что это Feather steps Или даже breaks through Ну, если я это вижу как какой-то невероятный прорыв Куда-то там Можно, почему бы и нет Вот такой вот текстик Наконец-то закончили Текст очень насыщен терминологией Очень насыщен описаниями нюансов каких-то техник Каких-то производств Текстов имеется в виду Имеется в виду не просто там учебники какие-то Это все естественно невозможно Но чем больше мы читаем специфических текстов Специфических материалов Тем больше у нас база данных в голове Каких-то слов, каких-то понятий Каких-то выражений Которые повторяются Которые встречаются в разных сферах Да, они могут иметь нюансы Оттенки смысла Но где-то в чем-то они похожи И поэтому можно догадаться какие-то вещи Не обязательно при этом понимать Все до самого слова Здесь я разбираю все до косточек Но это потому что Ну, мы как бы учимся на таких текстах Естественно, в реальном экзамене Никто не будет разбирать каждое слово И поэтому, более того Советую скиппинг просто По абзацам Смотрим на ключевые слова Выбираем там первое, последнее предложение И вот это, собственно, все Потому что текст огромный Времени мало Но при этом тот, кто читал много Находится в более выигрышной позиции Чем тот, кто не читал вообще Поэтому здесь такой самый жизненный совет Друзья мои, развивайте в себе привычку читать Читать много и читать сложное Да, это, наверное, не очень там секси Не очень интересно Не очень привлекательно Но это helpful Если даже оставить в стороне умственное развитие Там и все эти высокие материи Это просто хорошо для восприятия текста Потому что очень часто бывает так Что нам дают простыню текста В котором надо просто разобраться И никакого гугла, никакого словаря Ничего у нас нет Надо вот самим Да, это огромный челлендж Особенно для современного человека Который потихоньку разучивается читать В принципе Но надо Надо себя заставлять И надо тренироваться И тогда все будет хорошо Итак, ссылки на скриншоты В описании видео Ссылки на все предыдущие части На плейлист по LTS Также в описании видео Ссылка на книжку В Telegram Также в описании видео На следующей неделе будет полная версия Всей этой эпопеи Кто любит смотреть полтора часа Вы получите эти полтора часа Весь фулл эпизод Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok